Новосибирске многодетная семья из-за отсутствия технической возможности испытывала трудности с обучением детей через онлайн-платформы. Сначала причины считали неполадки с интернет-подключением, но затем выяснилось, что техника работает на пределе возможностей. На девятерых детей один компьютер. Теперь делать уроки вовремя ребятам станет проще. Общественники преподнесли им сюрприз. Подробнее в сюжете моих коллег. Современное решение, тоненький, элегантный. Да, конечно, Соблаш, очень хороший выбор. Выбор руководителя общественной организации в пользу ноутбука не случайен. Это подарок, который соратники Виталия купили для многодетной семьи из Новосибирска. Историю приемной семьи Веселовых, где воспитывают девять детей, они увидели в эфире канал ОТС две недели назад. Мы рассказывали, что из-за слабой технической базы обучение школьников через онлайн-платформы страдает. Компьютер один, устарел, да к тому же приходится делить на всех. Так в коробке новенькое железо и отвезли юным новосибирцам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. С удовольствием. Встретили Виталия и нашу съемочную группу почти полным составом. Двух ребят из школы не отпустили. Но остальные успели помочь матери приготовить угощение и накрыть на стол. Компьютер, когда большой, он где-то в углу стоит. Ну, придешь, то это, а ноутбук, хоп, ушел, тут домашнюю сделал. Хоп, туда унес. Там домашнюю сделал. Никому не мешаю. Все отлично, все прекрасно. Мать Дина Веселова уверена, теперь проблем с дистанционным обучением у детей не возникнет. В прошлое уйдут двойки и тройки, которые ребята успели нахватать в этом учебном году. Один из сыновей подарок уже оценил и даже составил график использования техники. У нас шесть человек старших. Ну, тогда получается, три человека на этот компьютере, три человека на ноутбук. Мы считаем, что это малая капля, которую может сделать одна такая маленькая организация, как наша. Но мы обязаны это делать, потому что это очень важно. Если каждый сделает по чуть-чуть, то это чуть-чуть вырастет в что-то серьезное, значительное. Общественники продолжат работу с семьей и надеются, что таких примеров чуткого и бережного отношения к семейным ценностям в нашем регионе будет больше. У меня уже детки выросли, и они уже мои, полностью мои и полностью наши. То есть они уже освоились, они уже приняли нас как родителей, приняли нас как старших, товарищей, советчиков, помощников. И семья уже сложена, сложилась. Дина Веселова приложит все усилия для того, чтобы ее дети встали на ноги. И никакие технические проблемы препятствием для этого не станут. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новости ОТС. Константин Менин. Новости ОТС.